В первый осенний день в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского прошли масштабные гуляния с песнями и плясками и всякими этнос-вкусняшками. В День народов Среднего Урала в парке распахнули свои шатры 27 национальных подворьей и двориков, в которых гостей угощали традиционными национальными разносолами, а представителям властного эстеблишмента на армянском подворье даже пришлось засучить рукава и надеть черные резиновые перчатки, чтобы собственноручно заложить и завернуть в шестиметровый лаваш овощи, специи и мясо. В коллективном изготовлении одной из самых длинных в истории Среднего Урала шаурмы соучаствовали представители сразу двух веток власти – региональной и муниципальной. Представители других народов в смысле гостеприимства тоже лицом в грязь не ударили. Таджики угощали властных гостей пловом, грузины – щенкали, киргизы – баурсаками, татары – чак-чаком, осетины, как водится, пирогами. В этом году наш регион отмечает 90-летний юбилей, и он один из самых богатых в стране в национальном отношении. Этими словами первый вице-губернатор Алексей Шмыков приветствовал участников масштабного праздника. Наша сила в единстве. Все трудовые, промышленные, научные, культурные достижения мы создаем вместе, общими силами всех народов, проживающих в Свердловской области. Самым продвинутым в укреплении межнационального мира и согласия уральцам чиновник вручил почетные грамоты и благодарственные письма. После чего, как и прочие вип-гости, он с головой окунулся в угощение песнопляски. В этом году впервые, помимо традиционных национальных подборей, распахнул свой полок и шатер «Вокруг света», в котором демонстрировались национальные костюмы африканцев, латиноамериканцев и представителей Юго-Восточной Азии. Свердловщина, как один из самых политехнических регионов России, который населяют представители почти 150 народов, с 2002 года празднует День народов Среднего Урала. Это не просто массовый праздник, это еще и возможность продемонстрировать представителям других братских народов все многообразие национальных культур и старинных ремесел. Последнее обстоятельство особенно важно в эпоху сплошной космополитической унификации и народов, и обрядов. Хотя еще важнее то, что уральцы лучше смогут узнать традиции разных народов и будут понимать друг друга. А это очень важный шаг к межэтническому миру и согласию. И то, и другое было, есть и будет в области, но, как известно, дружбы народов много не бывает. На ярмарке мастеров гости смогли прикоснуться к марийскому ткачеству, русскому пледению татарской вышивки, а также поработать руками с берестой и даже с лаковой росписью по металлу, и сотворенное собой унести с ярмарки в качестве сувенира. К слову, несмотря на обилие угощений, в том числе и с национальным градусом, и слабоалкогольным привкусом, прошедший в ЦПКО День народов Среднего Урала стал одним из самых трезвых праздников. 1 сентября с 8 утра и до 9 вечера по распоряжению мэрии была запрещена продажа алкоголя в районе улиц Луганская машинная, Ткачей и Базового переулка. Продолжение следует...